В целом, как вы знаете, содержание сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом весьма широкое. Мы очень довольны уровнем нашего сотрудничества в различных сферах – политической, экономической, энергетической, гуманитарной и других. Конечно, что касается Восточного партнерства, то Азербайджан с самого начала решительно поддержал эту программу и активно участвовал в различных мероприятиях, включая саммиты. Я с вами согласен, что сейчас настало время модернизировать ее и рассмотреть проделанную работу. Потому что создание этой программы проходит более 10 лет. И страны-участницы Восточного партнерства сделали свой выбор. Некоторые подписали ассоциативное соглашение, другие вступили в Евразийский экономический союз. Азербайджан – единственная страна, которая не присоединилась ни к какому формату. Наши экономические показатели, политическая и экономическая стабильность и, конечно же, освобождение наших территорий демонстрируют, что наша внешняя политика построена на прагматизме и носит целенаправленный характер. А главной целью было восстановление территориальной целостности Азербайджана. И мы добились этого два года назад. Таким образом, мы должны рассмотреть, каковы новые возможности, связанные с Восточным партнерством. Что касается нас, то мы рассматриваем эту программу и эту платформу как дополнительную возможность не для сотрудничества между странами-членами, а для укрепления сотрудничества с Европейским союзом. Потому что у нас другие отношения с остальными пятью членами Восточного партнерства. Для нас важным было получить дополнительный механизм сотрудничества с Европейской комиссией. А теперь, как отметили и вы, в новых геополитических условиях, это необходимо рассмотреть вновь. Что касается нас, то мы также активно работали с государствами-членами Европейского союза на двусторонней основе. Мы подписали или приняли декларации либо соглашение о стратегическом партнерстве с девятью странами-членами. Это треть государств-членов. Считаю, что Азербайджан является редкой страной, входящей в группу Восточного партнерства, которая действительно достигла своей стратегической цели.